Приветствую вас, мои дорогие! Узнайте, что же принесет вам четверг. И помните, что вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Пишите мне на Viber, WhatsApp или Telegram. Так, радостные новости вам прям с утра, какие-то неожиданные. Скорее всего, новости, которых вы ждете. Прям с нетерпением ждете каких-то новостей. Да, новости о встрече. Ну, это может быть встреча не только с мужчиной, а с кем-то из ваших знакомых, с подружбой, родственницей. В принципе, это не обязательно должна быть женщина и не обязательно мужчина. Может быть, как мужчина, так и женщина. Да, так, будете решать также в первой половине дня какой-то вопрос, который тянется из прошлого. Да, ну, какой-то... Смотрите, секунду назад это уже прошлое. Вот, собственно. Поэтому любой вопрос, да, что-то будете доказывать, отстаивать свои интересы. Вот. В обед еще вижу разговор с мужчиной. Мужчина светленький, рыжий или белокурые волосы, светлокарий или серые глаза, активный, целью, устремленный, жизнерадостный. А вот, возможно, это связано, да, с этим вопросом из прошлого. Что-то вы ему будете доказывать или что-то объяснять. А вот, может быть, с ним. А может быть, мужчина, в общем-то, отдельно, да. То есть, мухи отдельно, котлеты отдельно. А вот, смотрите, поездка какая-то у вас после обеда или какие-то перемены. Может быть, за счет решения вопроса действительно у вас ситуация в жизни поменяется. Тоже очень возможно. Ну, тут опять приложение усилий идет. Давайте посмотрим, куда вы усилия-то будете прилагать. А, усилия будете прилагать для получения какого-то, или ранее даже прилагали усилия, для получения какого-то предложения выгодного. Да, и это предложение как раз-таки будет после обеда. Предложение, скорее всего, от мужчины. Мужчина серьезный, практичный, деловой, темненький или черненький. Да, и предложение, скорее всего, в сфере работы, карьеры и бизнеса. Да, вот. И благодаря этому предложению, да, может быть, не только в сфере работы, карьеры и бизнеса. Но финансово выгодное предложение. Могут кредит вам предложить, ипотеку на каких-то выгодных условиях. Что еще вам могут предложить. Если бизнес, то какие-то вложения в ваш бизнес, да, там, спонсорство, меценатство, может быть. То есть не только сотрудничество, взаимовыгодное. Вот. Путеку выгодную тоже могут предложить другие какие-то выгодные покупки. Но это именно о том, что вы, как бы, хотите, ждете. Вот. Потому что это предложение даст вам возможность еще на какие-то планы, еще выбирать. Вы что-то будете обдумывать, да, и решать, да. Вот вы такая решительная прям. Будете в четверг. Вот. Да. Встречу вижу ближе к вечеру. Ну, тут однозначно встреча любовного характера с мужчиной. Для кого-то может проиграться, как переписка. Да. Вот. Волнение сильное вызовет у вас эта встреча. Да. Реально будете прям волноваться, переживать. Ну, потом успокоитесь. В целом встреча пройдет хорошо. Вот. Ну, какие-то волнения, конечно, у вас будут. Еще какие-то сомнения у вас останутся после этой встречи. Но в целом хочу сказать, что встреча пройдет приятно. Очень приятная будет встреча. А у кого-то, да, я уже говорила, что это может быть переписка или разговор с мужчиной, которому явно у вас есть чувства. Вот. И разговор этот или встреча пройдут прекрасно, замечательно. Ну, в общем-то, вот таким будет для вас четверг, девочки. У меня для вас сюрприз. Это новая колода для советов. Давайте попросим совет у этой колоды. Девочки, столько колод, что я уже перестала запоминать, как они называются. Никак не могу запомнить, что это за колода. Ну, давайте совет на четверг для вас. Так. Что же тут за совет? И это тоже пройдет. Завтра будет лучше. Вот такой вам совет. Одно хочется мне еще один совет. Ну, видимо, из-за того, что вы тут много будете доказывать, решать. Вот. Поэтому, да. В общем, день будет непростой. Но при всем при этом, карты обещают, что пятница будет лучше, чем четверг. Да. Ну, давайте еще посмотрим один совет. Если это любовь, то тебе не должно быть больно и обидно и страшно. Да, девочки. Я всегда говорю о том, что если больно, обидно и страшно, это не любовь. Это все, что угодно может быть, но это не любовь. Самое точное определение любви, по крайней мере, которое я знаю, это в Библии. Вы можете в поисковике, в интернете набрать в Библии, что такое любовь именно по Библии. И поисковик вам выдаст прям четкие слова. Вот это, на мой взгляд, самое точное и самое правильное определение любви. Поэтому сами себя проверяйте. Если больно, обидно и страшно, то это точно не любовь. Поэтому думайте, любовь это или нет. Скорее всего, если больно, обидно и страшно, то это задетое эго. Могут быть еще, конечно, нюансы, но чаще всего это именно так. Так что желаю вам любви и не надо расстраиваться. Тут как раз я вижу расстройства и переживания из-за мужчины. Не надо из-за мужчины переживать, кем бы он ни был. Даже если это ваш мужчина или знакомый мужчина, или мужчина, который вам нравится. Или вообще это родственник или сосед. Не надо из-за этого однозначно переживать. А я желаю вам в любом случае всего самого-самого наилучшего. Самое главное, в первую очередь, любите себя. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.